Масленица Гости масленичного праздника спешили и блинов отведать, и с интересом поучаствовать в разных конкурсах. Так, из-за большого количества желающих на площадку сметаний в валенах было попасть труднее всего. Суть этого старинного народного состязания очень проста. Там надо попасть валенком. Если попадаешь одним валенком в корзину, то дают одну конфету, а если два валенка, то две. Другие конкурсы также были связаны с проверкой навыков ловкости и точности участников. Победы приносили не только призы, но и положительные эмоции. Даже самые маленькие участники гуляний нашли себе развлечения. Если детям по душе больше приходились игры, то взрослым куда охотнее было находиться на основной площадке, где пели песни и исполняли веселые частушки. Глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина поздравила собравшихся с праздником. По ее словам, масленица – одно из ярких событий, которое очень нравится местным жителям. Этот праздник у нас очень любят в Развилке. Я думаю, как и везде в России. И у нас люди с удовольствием приходят в этот день на площадь. Мы всегда пытаемся создать хорошую атмосферу. У нас обычно все время настроить такое, чтобы жителям было хорошо. Мы угощаем блинами, со сгущенкой, с вареньем, поем чаем, водим хороводы, поем частушки. Поэтому я смотрю, люди у нас, погода тем более способствует. Вот посмотрите, действительно уже весеннее настроение. Масленица пришлась по нраву каждому жителю сельского поселения. Мне нравится, что здесь призы дают. Здесь можно в любое время играть, как хочешь. Здесь все без фата дают. И очень хороший праздник. Вот музыка идет народная. Вот все мне здесь нравится. На масленичных гуляниях в Развилке жители хорошо отдохнули и встретили первое весеннее солнце. Праздник приблизил долгожданную весну. Конечно же, благодаря обрядам прошлого, которые теперь для всех являются любимыми народными традициями. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ.